Харикашнам! Добрый вечер, дорогие зрители! И попрошу вас сразу же писать вопросы, если они есть. Я очень на вас рассчитываю, потому что я совсем полностью утратил чувство реальности. В том смысле, что Москва и вообще Россия со всеми проблемами, особенно Москва, со всеми проблемами, которые свойственны большим городам, они так далеко. То есть она так далеко и все эти проблемы так далеко. Кажется, ну, нереальными. То есть мне надо очень... Пришлось бы прилагать большие усилия, чтобы в них погрузиться. У меня не было намерения уделять какое-то внимание этой сельской жизни, в которой я живу, чтобы не расстраивать тех, кому это не удается. Но я ничего не могу с собой поделать. Я настоящий Вишай Годаса. То есть слуга своих чувств и своего ума. И ничего не могу с ним поделать. Он просто вот ни о чем больше не хочет думать и ничем больше не хочет делиться. Ну, на сейчас, во всяком случае. Кроме того, что вот у меня под носом, под ногами. Кроме вот этой вот простой сельской жизни. В ней столько много находишь вдохновения и мудрости. Те вопросы, над которыми, скажем, ломал голову десятилетиями, они как-то становятся очевидными. Но я попытаюсь вам кое-что рассказать. Тем более, что эта неделя, она какая-то более спокойная была. Ко мне никто не приезжал с большими проблемами. Наоборот. Все вести радостные. Может, удастся и чем-то и вас вдохновить. Но так или иначе, я прошу вас, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, то присылайте их сразу. И мне, наверное, проще будет вернуться к чувству реальности. Сейчас. Муточку. С тех пор, как поселился на земле, столько много разных вещей обнаружил. Я надеюсь, не расстрою все же вас этими рассказами. Они нацелены. Я, во всяком случае, вовсе настроен не так, что без села, без земли жизни нет и быть не может. Что поделаешь? У каждого своя жизнь, и ее как-то нужно учиться жить в тех условиях, в каких-то для тебя естественно. И я сам долгое время, больше десяти лет, жил в Москве. Это было довольно тяжело, но это был самый экстатичный период, наверное, в моей жизни. И ничего тут страшного, и сейчас приходится. Тем более, если это связано с проповедью. Кто-то же должен это делать. Но, тем не менее, видимо, есть смысл говорить об этих прелестях жизни на земле, потому что с этим очень мало кто знаком. У нас очень небольшое количество преданных пока что имеют этот вкус и этот опыт. Ашила Праупада говорил, подчеркивал то, что это, в общем-то, очень желательно и даже необходимо, и что будущего в городах нет. Поэтому не расстраивайтесь, пожалуйста, если кому-то это не удается. Но просто, я думаю, что стоит об этом говорить и понимать преимущества и, может быть, привыкать к этой мысли. Потому что, в принципе, наше влияние на нашу жизнь, это влияние реальное. Если у нас есть желание, то, в принципе, Кришна нам поможет. И понемногу, с течением времени, возможно, нам удастся и то, что сейчас кажется недоступным. У меня желание жить на земле тоже появилось не сразу, не свойственно молодости. Скорее, удел стариков, да, их понемножку тянет к земле, тянет, тянет. В конце концов, она их затягивает. Есть такой феномен. Поэтому хотя бы с возрастом стоит подумать о том, как, может быть, менять свой образ жизни в эту сторону. Много что просто приходит само собой. Просто наблюдая за природными явлениями, ты начинаешь понимать многие закономерности, по которым построен, на которых держится мир. Порой причудливая, например, одной из самых таких шокирующих реализаций, да, как мы называем, для меня было вначале, уже много лет назад. Но как-то, вот как вы считаете, корова-вегетарианец, глупый вопрос. Я всю жизнь думал, что корова-вегетарианец был уверен. И сейчас я уже в этом не уверен. Вот если хотите понять, о чем, что я имею в виду, то как-нибудь летом попробуйте лечь на траву. Ну, желательно без одежды. Ну, то есть, хотя бы там верхняя часть, да, туловище. И если спокойно какое-то время полежите, даже, в принципе, сразу это чувствуется, да, что насколько этот лук, насколько трава вся живая, она кишит жизнью. Там столько разных, разных живностей в этой траве, практически невозможно спокойно лежать. У тебя постоянно щекочет по всему, по всей поверхности тела, аж неуютно, то есть, практически лежать невозможно. Там одна живность, каждый квадратный сантиметр, наверное, их там мурашек, букашек, там чего только нет. Они все там, так сказать, все время что-то делают, очень активно. И вот корова это все поедает. Я даже стал подозревать, что, наверное, это та, это секрет жирности коровьего молока. Это ж непостижимо. Каким образом из сена, соломы или травы можно произвести жир? То есть, я всегда полагал, что это какие-то мистические свойства коровы, да, ситхи. Чинтия-шакти, как Чилоправпады называют. Но вполне возможно, что это объяснение куда более прозаичное. Возможно, вот это огромное количество разных живых существ, которые кишат в этой траве, вносят свой посильный вклад, за счет своего жира, своего тела, вносят вклад в жирность этого молока. И эта мысль, она кажется дикой. Когда впервые об этом подумал, мне как-то стало не по себе. Что же я там пью, собственно? И вообще, что это за гимса такая странная? И вот в этом свете, когда подумаешь, да, вот то, о чем Кришна говорит в Бхагавадгите, что каждое усилие сопровождается каким-то несовершенством, какими-то изъянами, да, точно так же, как огонь покрывается дымом. Но это недостаточное основание для того, чтобы уклоняться от исполнения собственного долга. Если он рожден собственной природой, то он никогда не ставит нас под, так сказать, не ставит нас в опасность получить кармические реакции. Так корова же не отвечает за то, что она поедает столько этих лукашек. Просто так в природе все устроено. Теперь представьте, если бы корова собралась бы стать чистой вегетарианкой, сказать, строгой вегетарианкой, как бы это выглядело. очевидно, что мы бы все остались бы без молока. Потому что вот так она устроена, эта природа. Ничего с этим невозможно поделать. Это очень вдохновляет в том смысле, что точно так же, как и Арджуна, да, сколько ему пришлось людей убить. Но это не причина, это не основание для того, чтобы отказаться от исполнения собственного долга, когда он рожден твоей собственной природой. И часто замечаю, что особенно молодые преданные, у них бывает такая излишняя боязнь материальной деятельности, что, мол, там, как бы чего не вышло, как бы какие-то ошибки не совершить, из-за которых потом настигнут тебя эти реакции. Но вот простой пример коровы, он меня, он очень вдохновляет. То есть, становится понятно, что что-то очень реально. Это не теория, что мы, мол, совершаем какие-то ошибки, какие-то дефекты в нас есть. Это очень реально. Даже корова, строго говоря, она в день убивает, наверное, даже не тысячи, может быть, десятки тысяч, может, сотни тысяч, Бог знает, сколько живых существ. И они все попадают куда-то туда, и в кишечник вместе с травой. И от этого ни молоко оскверняется, ни ее продукты, так сказать, ни моча, ни... То есть, все ее продукты, тем не менее, чисты. Это удивительно. В это стоит вдуматься. как-то становится легче жить в этом мире, проще. Да, просто начинаешь понимать, насколько привыкаем служить ему, повинуясь вот этому спонтанному внутреннему чувству. и это хорошо. Если самого начала жизни у нас появляется такая привычка, то к концу жизни можно ожидать, что мы просто всю жизнь, проведя в таком спонтанном настроении спонтанного служения, к концу жизни скорее всего оно принесет какой-то зрелый плод. Или пчелы, например. Да, вот такая интересная среда. мне никогда не надоедало смотреть за ними, как они трудятся и в каком духе они живут. У них потрясающий дух коллективизма. Если обратите внимание, насколько разными могут быть природы у разных живых существ. Например, у пчел, у муравьев. Они просто коллективисты, то есть коммунисты по природе. Если пчела обнаружила, у них есть даже эти разведчики, я не знаю, как по-русски они называются, но дословно с литовского языка, это разведчики. Они летают по полю, по полям, по окрестностям ищут, где больше меда, где больше нектара. И когда находят, они приглашают других, зазывают у них там своеобразный какой-то танец, такие движения, с помощью которых они указывают на направление, на расстояние, и остальные несутся туда, и все дружно собирают. То есть нет вот этого чувства индивидуализма, да, как говорят, например, о суслике, так, что в поле ищут прибежище, пристанище в домах, и это не очень радует. Но вот мыши индивидуалистки, если даже они найдут какое-то место, где много пищи, они не станут призывать других, приглашать других, они скорее всего останутся, ну, то есть они будут настроены этим всем воспользоваться сами. И так вот наблюдая, например, за за умонастроением пчел и умонастроением тех же мышей из той же породы сусликов, я вдруг понял одну из самых загадочных явлений, то есть проблема, которая меня занимала очень давно. Я все пытался как-то понять, почему почему когда мы прикладываем учения, скажем, Бхагавадгиты, да, и особенно ту ее часть, в которой говорится о непривязанности к материи, об отречении от материи, да, вообще не только Бхагавадгиты, Бхагава там постоянно об этом говорится, когда мы прикладываем это учение, применяем в западной культуре, мы получаем другой результат, чем когда применяем в индийской. в индийской культуре никогда такого не было, чтобы практикующие Бхагавадгиты становились какими-то, ну, скажем так, посоциальными, чтобы у них, скажем, разрушались семьи, чтобы у них дети были несчастны, чтобы они чувствовали, что родителям они не нужны, что их не любят, а увы, в нашей реальности, в нашей жизни это бывает, хотя очень не хотелось бы. Почему получается такой странный эффект, так сказать, сердца, что надо с этим что-то делать, срочно уходи, там, все бросать, пока ты окончательно не привязался, то есть практикующие бхакти обладают в Индии, они традиционно всегда обладали огромной социальной стабильностью, огромным чувством единства, в то время как у нас получается другой эффект, почему-то люди, которые явно ведут себя или похоже ведут себя социально недостаточно ответственны, они находят какое-то оправдание, находят объяснение своему поведению именно в этике бхакти, то есть ссылаются на то, что мы же не тело, мы же не можем привязываться, как в Бхагавадгите говорится, что одно из качеств знаний это свобода затягивающего влияния дома, жены, детей, всего прочего, но в Индии эта фраза в Бхагавадгите тоже есть, и все ее знают, но такой результат почему-то не появляется, и вот смотришь на природу и как-то становится несколько ясней, что хотя мы вроде выглядим как люди, вот индийцы и мы например, да, один и тот же человек, но умонастроение у нас все же очевидно, что очень разное, вот каждый, кто был в Индии, он от этого ощущения просто невозможно избавиться от не просто ассоциации, но это наваждение, ты постоянно чувствуешь себя как в муравейнике или в улье, то есть такое огромное количество людей, все носятся, каждый со своими делами, и вместе с тем у них какое-то потрясающее чувство, они не индивидуалисты, вот наш патриарх Анирутхан рассказывал, когда они ехали куда-то на поезде с Майяпура наверное в Вабриндаун, очень живо рассказывает, как у каждого этот опыт есть индийских поездов, Таратханат Магарач об этом очень живо рассказывает в своей книге «Возвращение домой», когда они сидят там друг на друге, лечь некуда, даже многим сесть некуда, и тем не менее не возникает какая-то вражда, дележ, скандалы, у них вот какое-то чувство, коллективное чувство, как у муравьев, или как у пчел, просто потрясающе, вот он рассказывал, да, они сели в поезд, места сразу же стало не хватать, но постоянно набивались все больше и больше народу, кто-то там растянул веревку между этими полочками, так, и на эту веревку там вся семья разместилась, другая семья разместилась прямо под ногами у всех, то есть одни на полочке, под ногами у них другая семья, кто-то сидел у окна, там было такое место небольшое, человек сидел там, рядом с ним стоял другой, стоял, 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 устал, попросил, можно я туда сяду, ну и тот не очень доволен, он как-то посторонился там чуть-чуть, он сел там на половину задницы своей, скажем, да, и тот сел на половину своей, и вот они так сидели, кое-как, сидели-сидели, и тот первый, который сидел спокойно, он все, ну так, ворчал вроде, да, проявлял какое-то недовольство тем, что лишился своей порции удобств, а утром, Ани Рудха говорит, вот, я проснулся и смотрю, они оба спят в обнимку, они уже в обнимку, как братья, держат друг друга, чтобы не упасть, и спят оба мирно, вот так вот, в таких условиях, в которых ни один бы из нас, ну, не стал бы вообще путешествовать, они так передвигаются постоянно, при том, это же большие расстояния, Индия большая страна, это иногда сутки, не одни сутки, поэтому становится как-то наглядно, понятно, что одно дело, когда ты говоришь муравью или пчеле, слушай, ты всю жизнь трудился ради других, так, ради блага всего своего, всей своей семьи, большой, подумай теперь, вот, пришло время, тебе уже, твои дети выросли, твой внук, ты увидел рождение своего внука, да, как говорят у Панишады, когда человек видит сына, видит рождение сына, своего сына, наступает пора ему идти в лес, уходить в леса для практики аскез, да, вот, одно дело, когда мы это говорим тому, который всю жизнь трудился ради общества, ну, то есть, ради всеобщего блага, да, мы ему напоминаем, что, знаешь, ты все же не должен становиться жертвой долга, да, подумай, в конце концов, о себе, подумай о душе, подумай о Боге, начни служить Ему, так, иди теперь в леса, потом ты опять будешь служить обществу, будешь проповедовать, теперь тебе надо погрузиться в понимание, в осознание своих отношений с Господом, и потом ты опять будешь служить обществу, будешь проповедовать, будешь учить других, но сейчас подумай, хоть раз в жизни подумай о себе, и не думай, что ты в долгу перед всем обществом, да, тебя так воспитывали, правильно, но с другой стороны в шастре говорится и о том, что тот, кто приступает к служению Господу, он уже никому ничего не должен, все его долги возвращаются этим, так, когда мы обращаемся с таким призывом к муравью или к пчеля, результат получается другой, чем когда мы направляем этот призыв к этому суслику, который, естественно, сразу же проникается чувством отречения и говорит, ну вот, видите, я же всю жизнь знал, что я никому ничего не должен, так, я никому ничего не обязан, я должен думать о себе в первую очередь, должен любить себя, я же душа в конце концов, так, я же центр вселенной, поэтому, конечно, может, тут несколько, как бы, утрирую, да, может, эта разница в умонастроениях между индийцем и западным человеком не такая радикальная, как между пчелой и сусликом, но разница, несомненно, есть, разница, несомненно, есть, если индийцы, вот, видно по их образу жизни, по ценностям, по тому, в чем они находят счастье, в чем они находят удовлетворение, видно, что они находят удовлетворение, именно вот в отношениях, сказать, в социуме, в чувстве общности всех живых существ и вообще всего сущего, то западный человек находит удовлетворение, во всяком случае, далеко не сразу находит в этом удовлетворение, ему приходится очень много и долго трудиться над собой, чтобы у него настолько изменилось умонастроение, а так, как правило, он находит удовлетворение именно вот в этом своем индивидуализме, в своей норе, что обязательно ему нужна своя нора, эта нора должна быть достаточно большой, и для каждого потом, ну, то есть, для каждого там, ребенка, скажем, в семье должна быть комната и какой-то достойный уровень материальных удобств, если всего этого нет, то он чувствует себя очень стесненным, так, вот этот наш индивидуализм западный, он просто губит на корню наш вот это чувство общности, общности всех живых существ, без которого духовная жизнь, ну, ее очень трудно понять, особенно, особенно трудно понять, проникнуться миссией Господочитания, которая, в общем-то, и сводится к этому чувству общности, санкиртаном, это не просто киртан, это не просто пение святых химов, это именно совместное пение, у нас есть какое-то склонность к солированию, сильная, довольно сильная склонность, и даже несмотря несмотря на то, что многие наши да, иногда кажется, что у нас, в общем-то, образуются какие-то оркестры, да, но в основном это схема не какого-то большого оркестра со многими солистами, а чаще всего это бывает один солист, и много тех, кто ему подыгрывает, то есть некий камерный, может быть, небольшой камерный оркестр, где один солирует, а другие ему помогают. Это тоже, конечно, неплохо, не все сразу, понемножко осваиваем, но в принципе нам вот этого духа коллективизма, духа общины, духа семьи очень не хватает. И это не совсем духовная проблема, то есть она не обязательно устраняется путем духовной практики. видно, что для многих даже десятилетия стабильной духовной практики многих не приводит именно вот к этому изменению социальной парадигмы. садхана то есть мы как были индивидуалистами, так и остаемся. То есть для нас садхана это просто индивидуальная духовная работа, индивидуальная духовная практика. и общество как таковое варнашем, в этот муравейник или улей нам очень трудно превратиться. Возможно, что причин и средств для преодоления этой инерции нужно искать даже не столь собственно в духовной сфере, сколь вот в этих различиях материального воспитания, окружающей среды, умонастроения, ценностей, которые мы унаследовали с молоком матери, то есть питали с молоком матери и унаследовали от окружающего социума. Ну вот, видите, какие интересные вам судить, конечно, но я вот наблюдая просто за жизнью природы этого естественного окружающего мира, который здесь на земле, он все время под рукой, каждый день что-нибудь такое нет-нет, да и находит какое-то прозрение. Сегодня нет солнца, давайте я вам попробую еще показать этот вид со своего окна. Сегодня лучше, в прошлый раз солнце светило как раз юг, солнце светило в экране, то есть в камеру ничего не было видно. Вот, если обратите внимание, сейчас прямо в центре, прямо по центру экрана, да, стоит дерево практически без листвы, это осина, это нормально, она, у нее листва опаздывает, вот рядом березы, они уже давно зеленеют, осина опаздывает, я не знаю, достаточно ли вам видно на экране, но сразу за ней, вот за этой большой осиной стоит другая, несколько раз тоньше, она практически такая же высокая, это второе дерево, оно практически такое же высокое, как и первое, ну, по высоте может быть разница точно меньше 10%, может быть, эти детали не видите, мне они хорошо видны, то есть, разница по высоте всего лишь несколько процентов, но их судьба очень разная, первое дерево, оно значительно старше, оно выросло тогда, когда вокруг не было вот этих деревьев поменьше, то есть, это какое-то первое поколение, да, назовем, вот из этого, из этого участка, тут их несколько, пять может быть, штук осталось, этих старых деревьев, а второе, которое за ним, ну, между ними расстояние буквально меньше, ну, может, около пяти метров, и второе деревце, оно значительно младше, оно очень старалось, оно, так сказать, упорно трудилось, этому дереву было трудно выжить, потому что оно росло в тени этого старого дерева, но тем не менее, оно выросло, вымахало практически в тот же рост, почти в тот же рост, но это первое дерево, оно раскидистое, его кронность занимает в несколько раз больше площади, чем крона второго дерева, и это второе дерево, оно чахнет, буквально, вот, в тени, в сине этого первого, оно чахнет, оно еле-еле выживает, вот это наводит, и каждый раз, когда смотрю на них, а смотрю, ну, может, не каждый раз, на самом деле, потому что я смотрю на них постоянно, перед окном, но часто вспоминаю о том, что даже и в преданном служении иногда такое видишь, да, что вот там есть старики, так, есть те, те, кто помладше, и те, кто постарше, у них уже есть какое-то, ну, так сказать, место под солнцем, да, статус, назовем его так, привилегии, они чувствуют себя, ну, так, комфортно, да, есть зона комфорта, комфорта, я вот на себе это тоже ощущаю, слава Богу, ну, слава не слава, но, так или иначе, у нас культура, то есть, действительно, это чувствуется, что уважение к старшим у нас реально есть, то есть, культура становится такой, ну, патриархальной, да, я вот, например, это действительно ощущаю, и очень благодарен, и восхищаюсь, ну, не знаю, то есть, могу только комплименты и благодарность выражать, но вместе с тем, вместе с тем, вот, когда видишь, вот, вот, эту ситуацию, когда старший, ну, как бы, процветает, несмотря на то, что рядом младшему приходится, ну, туго, да, то есть, за счет, в каком-то смысле, за счет младшего, как ты вот подумываешь об этом, что, в общем-то, неплохо было бы, если бы вот эти старшие, они как-то, ну, мы, да, скажем так, что мы учились склонять эту свою крону, как-то, ее уменьшать, ее как-то, вести себя, ну, то есть, стараться сделать так, чтобы рядом с нами и младшим было бы, особенно, в первую очередь, младшим было бы, ну, более комфортно, и чтобы у них были перспективы роста, потому что, если старший, скажем, не захочет, да, если он держится за свое место, за свои привилегии, за свой, за свой авторитет, если он постоянно напоминает об угрозах, оскорбления преданных, да, критики старших преданных, и все такое, то, в принципе, вот этот младший рядом, он будет чахнуть, его будет преследовать чувство, такого, ну, дискомфорта, боязни, он постоянно будет думать, как же тут мне, вот, не оскорбить бы, как бы, не задеть, хотя, в принципе, трудно не задеть такого старшего, потому что у него крона, то есть, у него, ну, эго, да, может быть, очень большим, и вот, вспоминаешь, и о том, как Чила Прабхупада постоянно, с самого начала, буквально, с первых лет своего пребывания на Западе, буквально там, через несколько лет, года через три, по-моему, он уже стал думать о том, что бы дать самостоятельность этому новому образованию, своему международному обществу сознания Кришны, да, он стал готовить молодых лидеров, стал готовить эти молодые деревья, которые в то время никак в рост, то есть, никто не мог с ним сравниться, даже близко, а теперь у нас возможно, что многие младшие уже вышли в примерно тот же рост, это может такое быть, некоторые могут быть даже выше, но вот захотят ли старшие, то есть, чтобы, чтобы старшие дали младшим сказать, вот это пространство для роста, это не происходит автоматически, это может не происходить автоматически, это требует сознательных усилий, и судя по тому, как жизнь складывается реально, похоже, что это нелегко дается, Чила Пропада во всяком случае к этому прилагал именно сознательные усилия, он не поленился вот создать это GBC, так, дать очень большие полномочия по существу, он все свои полномочия по управлению бурно растущим обществом в общем-то старался передать GBC и конечно он вмешивался в их решения, иногда их отменял, иногда корректировал по необходимости, но это было вызвано судя по всему объективной необходимостью, неготовностью, незрелостью, в то время как то как Шилапраупада организовал видно, то есть явно показывает, что он сознательно с самого начала старался их обучать и хотя он старался делал практически все возможное, тем не менее после его ухода нас еще сильно трясло и довольно долгое время, то есть хотя он старался свою крону уменьшить насколько возможно и дать рост дать это жизненное пространство для для младших при том младших ну во всех отношениях в гораздо большей пропорции чем вот сейчас например сейчас между некоторыми старшими и некоторыми младшими разница небольшая не то что между силой правопады и его ну не знаю там учениками которые многие ему во внуки годились не только в сыновья а тем не менее он эти усилия прилагал и несмотря на то что прилагал у нас все равно были большие проблемы после его ухода и вот приходят вот и такие мысли что если бы и мы прилагали такие усилия то возможно в течение каких-то ближайших 10-20 лет увы но жизнь не стоит на месте и мы все тут не вечны и через может быть 10-20 лет учеников силы правопады останется совсем немного то есть демографическая ситуация скажем так она изменится кардинально и вполне возможно что если мы не успеем подготовить ну мы не совсем мы это как раз скорее относится к этим быть и больше трудно сказать то есть ну количество преданных скорее всего уже исчисляется не десятками тысяч уже за сотню а дюбиси ну то есть российских дюбиси пока всего это два ну конечно есть вот ученики силы пропады но опять же смотришь будущее и думаешь как как это будет выглядеть как это будет выглядеть если тело растет сильно да то есть растает большое сильное тело а мозг не успевает расти следом может быть нужна какая-то программа направленная не на наращивание мышечной массы или тела да телесной массы а именно на наращивание интеллектуального потенциала духовного потенциала мозга не то что такой программы нет но вопрос все ли мы делаем для этого так этот вопрос взаимоотношений между старшими и младшими мне представляется очень важно как сила правопада говорил да что сила цепи определяется не толщиной или силой самого крепкого землина а наоборот но определяется силой самого слабого землина поэтому кажется что культура которая направлена на в центре внимания который находится именно ну сила да назовем так у нас конечно представление о силе уже другое мы не сводим то есть у нас что называется прагманическая культура да мы понимаем что сила она не физическая она не силу определяет не не физические возможности тела да не скажем богатство да не власть в нашем понимании сила зависит от ну вот как правило да мы ставим акцент на знании трансцендентном духовном знании и на непривязанности к материи мы так понимаем духовную силу как правило да у нас высшее положение в нашей иерархии занимают отреченные люди которые обладают ну большим объемом опыта знания и опыта но это по-прежнему концепция силы это все равно концепция силы правда мы ее понимаем по-другому но это все равно концепция силы мы понимаем да что вот это и есть настоящая сила потому что знание любую другую силу можно отнять физическую силу отнять очень легко деньги отнять богатство да тоже очень легко власть отнять в общем тоже несложно относительно несложно успешный переворот и все и власть потеряна империи падали российская империя так английская империя Великая Британия да индийцы вот но это по-прежнему это по-прежнему сила в то время как похоже я слышал сам не читал но слышал что сила правопада говорил и о том что уровень культуры общества можно определить по его отношению к самым слабым не к самым сильным потому что преклоняться перед сильными это свойство есть у каждого даже у животных они понимают силу по-другому чем мы но у них есть склонность преклоняться перед силой и у нас эта склонность есть это еще не обязательно признак какого-то духовного уровня это просто так устроена материальная природа в то время как ставить в центр внимания социума в центр внимания общества не сильных а слабых вот это на это способны только люди поэтому каждый раз когда вижу это часто бывает каждый раз когда вижу что младшие отдают дань старшим а старшие может быть не всегда это делает не всегда заботится о младших в достаточной степени ну к примеру это может выражаться и в том что по существу что что должны сделать старшие для младших ну я вот ощущаю что мы должны например создать какую-то адекватную реальную систему образования это очень реальная задача то есть этого не делаем в какой-то систематической форме то ну я бы это оценивал вот именно так что как недостаточную заботу о младших и поскольку пока что по большому счету впечатление такое что в этой сфере оставляет ну то есть эта сфера оставляет желать лучшего то ну то есть очевидно что да в этой сфере нам надо сильно поработать вот еще предстоит сказать может быть и младшим есть смысл говорить о том чтобы а давайте может вы сделаете для нас например вуз ну не просто какие-то там курсы образовательные а что-то такое что было бы признано общество ну вуз общегосударственного образца то есть признат с аккредитацией с признанным государственным дипломом да это было бы проявлением заботы реальной заботы о младших это может быть не самая радостная мысль но сейчас мы уже сейчас мы уже больше чем час в эфире наверное я уже свои свои свою тирату на сегодня завершу посмотрю сейчас какие есть вопросы если есть да есть вопрос ведь я могу сказать что я по природе не хотя долгое время вообще-то долгое время я наверное жил как индивидуалист но чем дальше тем больше сознаю что для меня общество преданных это ну и воздух и вода и хлеб и чего только нет но с другой стороны это не помешало мне в свое время выселиться на землю в совершенно частном порядке то есть единомышленников ну не было то есть мы жили тут одни семьей сейчас вот Анирутхапрабуни не так несколько лет назад он тут купил большой участок земли 14 гектаров сейчас у него уже там дом и мы довольно близко друг к другу и это очень помогает но в целом у меня была просто непреодолимая потребность переселяться на землю я ничего не мог с этим делать это ну просто вот просто потребность и сейчас у меня такая же потребность я в городе ни за что не хотел бы жить мне лучше в какой-то в каком-то сарайчике там в сортире но не в городе где-то вот в лесу или ну на земле хоть без без удобств без ничего это не важно ну это но это мое состояние такое какое у вас состояние я не могу судить нужно опять же прислушиваться советую прислушиваться к своей природе точно так же как в конце концов невозможно требовать от суслика например да чтобы он жил как пчела или от пчелы чтобы они жили как суслики мы можем менять свою природу но это происходит очень постепенно и нужно быть реалистом смотреть на что мы способны женщины да женщины очень социальные существа по своей природе у них должны быть должен быть круг друзей подруг вернее да родственники ну то есть вот кшетра именно такая им нигде ни в каких шастрах вы не найдете рекомендации для женщин принимать отреченный образ жизни это обычно не делается и это надо учитывать пока что практика показывает что большего успеха достигают те которые не делают очень резких шагов и не разрывают не делают слишком большой разрыв между своим прошлым образом жизни настоящим то есть без каких-то очень радикальных шагов и те которые сохраняют какое-то отношение какие-то общин круг круг знакомых круг друзей но опять же надо смотреть в какой ситуации вы находитесь и исходить из этого ну не забывайте если вы семейный человек то вам надо думать за всю семью не только за себя а так в принципе по большому счету поскольку мы ну замысел во всяком случае силы правопады и господа чайтань не сводился просто к личной садхане а сводился именно к ну к решению социальных задач к варнашами в том числе поэтому в конечном счете желательно конечно вот это с другой стороны я вот например когда выселился это было так так больше вопросов пока нет и сегодня у меня очень много еще много чего надо сделать успеть успеть я наверное с вами попрощаюсь до следующей среды опять вот так же в следующую среду в 7 часов вечера по Москве буду ждать встречи с вами пожалуйста пишите пишите вопросы сейчас и потом не ждите саму передачу мне лучше чтобы они пришли раньше тогда проще подготовиться спасибо за внимание до следующей встречи